Соединенные Штаты первыми приостановили свои обязательства по РСМД, договору о сокращении ракет средней и меньшей дальности, заключенному в 1987 году. Решение было принято, поскольку Россия, по мнению американских властей, нарушила договор, создав ракету 9М729 по классификации НАТО ССС-8. Пентагон настаивает на том, что дальность полета ракеты превышает установленный соглашением лимит в 500 километров. Я думаю, это очень-очень тревожный сигнал мировому сообществу. Россия продолжает наращивать свои ядерные силы и прочие стратегические вооружения. Мир должен быть этим обеспокоен, и по этой причине Соединенные Штаты решили, что мы не можем позволить России делать то, что она делает, так как это угрожает нашей безопасности. Поэтому я бы хотел призвать мировое сообщество, чтобы оно заявило властям России, что им требуется себя сдерживать, поскольку от угрожающей риторики нет никакой пользы. Москва отвергает эти обвинения и называет свой шаг зеркальной мерой. Российские власти утверждают, что американцы сами нарушают договор РСМД, испытывая беспилотники, чьи характеристики якобы похожи на запрещенные ракеты. Президент Владимир Путин лично одобрил создание и модернизацию целого ряда ракет и других видов современных вооружений. Российский посол США Анатолий Антонов дал понять, если Америка разместит свои ракеты на европейской территории, Россия сделает так, чтобы ее ракеты могли достичь любой точки в Европе. Позиция Кремля вызывает серьезную озабоченность у руководства НАТО. Об этом в интервью болгарской службе Радио Свобода сказал глава Североатлантического альянса. Мы обеспокоены. Мы призываем Россию вернуться к выполнению договора. Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Но в то же время мы должны быть готовыми к будущему, в котором Россия будет продолжать нарушать условия договора. Мы должны быть готовыми к тому, что договора РСМД не будет. Будет больше российских ракет. Это очень серьезная проблема, что Россия нарушает этот договор. Лидеры НАТО считают, что нарушение договора РСМД подрывает основы эффективного контроля над вооружениями и мировую безопасность как таковую. По их утверждению, Североатлантический альянс не может допустить ослабления общей архитектуры евроатлантической безопасности. Наше основное послание состоит в том, что мы пытаемся сохранить договор и призываем Россию его выполнять. У России сохраняется возможность в течение шести месяцев, потому что процесс выхода из договора, который сейчас начался, займет полгода. Если они не вернутся к выполнению договора, то нам придется действовать. Мы начали планировать действия на случай отсутствия договора РСМД и присутствия российских ракет. Госдепартамент США выразил разочарование тем, что Москва не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению ракетного договора. Одновременно власти США заявляют, что Америка привержена эффективному контролю над вооружениями и готова к переговорам с Россией по этому вопросу. Но необходимыми условиями для этого являются ответственное выполнение договоренностей каждой из сторон и обоюдная возможность проведения тщательных проверок. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Америка. Вашингтон.